Книга открытым оком. Вопрос 2052. Восьмой том. Тема. Грех. Мне не раз жаловались предприниматели и директора предприятий, что к ним приходят просители из местного Барнаульского монастыря и от храмов. И даже с бумагой, в которой излагают свои прошения и требования, в конце добавляют, что если не дашь, то проклянует и сдохнешь, или сгоришь, или тебя ракетеры ограбят. Такими словами не написано, но суть вот такая. Да разве можно так? Так. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. По житиям святых это сплошь проходит. Кто монахам что-то не дал, беда неминучая ему. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытого мрака и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кавычки закрыты. Придут иноки на чужую землю без разрешения, селятся там. Если их изгнали, то они уже ждут беду на изгнавших их. И приписывает ее только тому, что вот это ему, за это и за меня. И это где еще только цветочки, подожди, еще будут и ягодки. Амон. И, оставив свой товарищ, он пошел своей дорогой, не возвращаясь к святому. А оставшийся же взял воду на осла своего и с большим трудом едва вез ее на огору к преподобному. Увидев его, святой сказал, чада, да благословите я, Господь, за труд твой. Знай же, что товарищ свой, который отказался привезти воды на нужды наше в настоящее время, находится в несчастье, ибо лишился своего верблюда. Тогда отправился человек этот вслед за своим товарищем и нашел его плачущим, так как верблюд его съеден был волками. Венедикт, 14 марта, день памяти. Некий, живший в той местности пресвитер по имени Флорентий, по наущению беса возненавидел святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, какое к нему все питали. Но он ничего этим не достиг, никто не верил этой позорной хуле и пресвитера, никто не послушался. Тогда этот нечестивец решил отравить святого, приготовив просфору со смертоносным ядом. Он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просфора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал в теле его из близ находившегося леса, прилетал ворон и кормился здесь нарочно приготовленную для него пищей. Преподобный Венедикт, взяв отравленную просфору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее перед вороном и сказал «Во имя Иисуса Христа, сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон, открыв свой клюв и каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно показывая, что он хочет послушаться повелениям преподобного, но не может, благодаря находившемуся в просфоре вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом, и так, неси его в непроходную пустыню». И ворон, исполняя приказанную ему, с великим страхом взял в клюв смертоносную ту просфору, улетел. Возвратившись через три часа, он стал питаться из рук преподобного обычную для него пищу. Незлобивый же Венедикт, видя злобу и вражду на него Флорентия, молился больше о нем, чем о себе. Да не поставит ему сего Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитер нисколько не исправлялся, он задумал даже еще худшее. Не имея возможности умертвить тело святого Венедикта, он задумал своим сатанинским коварством убить души учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его. И вот Флорентий подкупил семь красивых молодых девиц, послал их в тот сад, чтобы они песнями и плясками бесчинствовали перед теми юными иноками и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны он оставлял место из-за злобы Флорентия, с другой и юных отводил от соблазна. Призвав братья игуменов от своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех воле Божией, а сам смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда своими юнейшими учениками. Пресвитер же Флорентий узнал об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался, но Бог о нущении Господь, мстя за раба свою, погубил того лукавого пресвитера неожиданную смертью. Макарий Калязинский. Память 17 марта. Основание Макарии новой обители, хотя и в пустынном месте, в диком лесу, не всем однако было приятно. Владелец окрестных земель некто Иван Каляга самого поселения Макарий посмотрел на него неблагосклонно. И когда устроена была церковь, увеличилось братство, и Макарий стал игуменом, то нелюбовь эта превратилась в злобу и открытую вражду. Каляга боялся, что с возникновением обители так или иначе отойдут к ней его земли, и решился устранить Макария, хотя бы пришлось для сего прибегнуть к убийству. Но по воле Божией такой злой умысел не только не осуществился, но лишь послужил в пользу обители и славе преподобного Макария. Сначала постигла смерть семью Каляги, а потом и сам он впал в тяжкую болезнь. В таком несчастье он усмотрел, наконец, Божье наказание за тей тяжкий грех, за злой умысел против Макария. Макарий раскаялся, приказал нести себя к преподобному. Унок Макария он со слезами рассказал о своем замысле и просил прощения и молитв. Макарий, видя искреннее раскаяние своего врага, сказал, Бог простит тебя, и долго поучал его, говоря, от лености земных сокровищ и о мирской суете. Круткое поучение Макария так подействовало на Каляву, что он решился сам оставить мир. Он постригся у преподобного Макария и все земли свои отдал в пользу обители, которую с тех пор сам Макарий ради смирения стал именовать Калязином. Он усердно читал Святое Писание и другие Божественные Писания и непрестанно поучал в спасительном пути как братьев, так и всех приходящих. Почему епископов боятся, словно бешеных, невешенных собак? Сказано, не трожь ехидные яйца, на следы насыпь нюхательный табак. Это не сейчас пришла напасть, то и начальной заклеменной даты. В ереси впадали, разевая пасть. На Максима и исповедника кидались. Златоуста не спровергли и сослали. На Феодора студи-то ополчили. Сколько не хватает, все им мало-мало, зубы и на моем точили. Как смогли к такой метаморфозе так перевернуться? Озвереть против Библии, в канонах стать занозой и Мефодия с Кириллом запереть. Волки лютые, украшенные митрой, звери алчные, себя зовут смиренным. С властью сатанинской повенчались хитро, Ослепились ядовитым брением. Властолюбие, трусость и корысть, мелочная мстительность, жестокость и отслуга из церковных крыс. Лишь завиденное выргут оба ока. Редко-редко встретишь и услышишь об епископе достойном и надежном. А таких по радиус крыши возвещать, канонизировать бы можно. Жалкие епископы расписны, их забота только удержаться. Очень часто хуже атеистов сладко любодействовать, ложаться. Проповедь их безразмерно скучна, пресная, без соли и без вкуса. Только слов изысканно научных ничего не скажут об Иисусе. 17 сентября 2003 года Игнатий Лапкин